Приветствую вас, значит, история ваша мне видится примерно следующим образом, значит, с одной стороны, с одной стороны, вы можете давать своему ребенку такие задания, такие указания, чтобы он чувствовал себя взрослым, чтобы он чувствовал, что у него получается, чтобы он чувствовал, что он может, чтобы он чувствовал, что у него есть ресурс, чтобы он чувствовал, видел, вот. И, соответственно, благодаря этим заданиям у него будет повышаться самооценка. Вот. А это первое. Второе. Если у вас с ним есть доверительные отношения, именно доверительные отношения, то эти доверительные нужно использовать исключительно для того, чтобы узнать, что конкретно беспокоит вашего сына, почему конкретно вы решили, например, что у него проблемы с самооценкой, да, то есть то, что он один, это не означает, что у него проблемы с самооценкой, скорее означает, что у него проблемы с общением, вот. То есть мне вот в данном случае, конечно, было бы очень интересно узнать, почему вы считаете, что все дело в его самооценке, вот. Это первое. Это первый момент. А, значит, второй момент. Ребенку, если это мальчик, а, судя по всему, это мальчик, а, значит, нужен отец, нужен мужчина. И, соответственно, именно, именно у мужчины он должен учиться, как себя вести, в том числе с другими людьми, в том числе с другими мужчинами, в том числе со всеми, вы, вы как женщина, как женщина, вы этого до него донести не сможете, вот. Потому что это немножко не тот контакт, понимаете. Поэтому привлечь, привлечь, вам нужно именно лицо мужского пола, для того, чтобы мальчик, может быть, ему раскрылся, вот. И, соответственно, уже после этого можно было бы решить его проблему. В целом, важно проанализировать то, как вы выстраиваете отношения с ребенком и какая вообще атмосфера старит в семье. Потому что восприятие ребенка, ребенком самого себя, это отражение того, что происходит в семье. Так что начинать нужно вам с себя, если серьезно заинтересованы в том, чтобы помочь своему ребенку. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok